...председатели, глубоко уважаемые коллеги. Проблема дертикулярной болезни за сегодняшний день уже дважды обсуждается, но посвящена к этому симпозиуму. И эта проблема крайне важна в аспекте всей клинической медицины. Почему она важна? Иногда кажется, что дертикулярная болезнь это нечто аморозное, нечто близкое, это близкое синдром раздраженной кишки. И действительно, где-то третий женщин после определенного возраста имеет дертику в толстой кишке, а мужчин чуть реже, но тем не менее очень счастлив. Так вот, оказывается, нет. Дертикулярная болезнь это одна из основных причин смерти пациентов после определенного возраста. Вы посмотрите, это касается разных стран. Смертность в течение 30 дней после поступления пациента с дертикулярной болезнью в стационар равна 5%. Это очень высокий уровень смертности. А вот смерть в течение года достигает более 14%. Большинство всех случаев госпитализации пациентов по поводу дертикулярной болезни экстременны. То есть у них происходит абдоминальная катастрофа, которая требует немедленной госпитализации. Вот классификация, современная классификация дертикулярной болезни, которая представлена в совместных рекомендациях гастроэнтерологической ассоциации и ассоциации коллапрактологов России 2017 года. Итак, подразумевается наличие дивертикулеза ободочной кишки. Это состояние связано, первое, с наличием дивертикулы, и второе, отсутствием каких-либо жалоб пациента. То есть это просто скрытое наличие дивертикул, которое действительно очень распространено, скажем, у людей после 50 лет, и не считается собственной дивертикулярной болезнью. Второе, клинически выраженный дивертикулез, это тоже не дивертикулярная болезнь. Критерии наличия дивертикул и симптомов, да, боль, вздутие, но это не связано с выявляемым воспалением толстой кишки. То есть клиника есть, а воспаления нет. Это тоже пока не дивертикулярная болезнь. А вот дивертикулярная болезнь, это те случаи, когда возникает дивертикулит, то есть воспаление дивертикул или осложнение, связанное с этим обстоятельством. Второе клиническое проявление, когда мы можем говорить о дивертикулярной болезни, это кровотечение, также ассоциированное с наличием дивертикул. Каковы основные жалобы пациентов с дивертикулезом толстой кишки при наличии у них или клинически выраженного дивертикулеза, или дивертикулярной болезни? Я подчеркиваю, что просто дивертикулез толстой кишки протекает без жалобы. Это боль в нижней половине живота, метеоризм, запор, диаремия, гемопихизия. Дифференциальный диагноз достаточно сложный, потому что приходится дифференцировать наличие дивертикулярной болезни или дивертикулеза клинически выраженного с огромным количеством различных патологических форм. Это и кулоректальный рак, это и воспалительные заболевания кишечника, это и инфекционные заболевания кишечника, это заболевания, связанные с инфекцией мочевыводящих путей. У женщин гинекологические проблемы, включая вниматочную беременность, потому что дивертикулярная болезнь – это заболевание не только пожилых, оно может быть и в детородном возрасте, просто несколько реже. И, наконец, сосудистые заболевания брюшной полости. Неосложненная дивертикулярная, собственно, дивертикулярная болезнь. Вестеральная боль в левом квадрате живота. Чаще всего у эморпиоидов. Уже говорил Александр Семенович о том, что у эморпиоидов заболевания имеют тенденцию распространения в правой отделке. Тогда, соответственно, боль может быть и в правом верхнем квадрате живота. Запор, диарея. Чаще, конечно, запор. И все симптомы диспепсии. Тошнота, рвота, снижение аппетита. Осложненный дивертикулит. Это тоже дивертикулярная болезнь. Это дивертикулит, но осложненный. Он может осложняться развитием абсцесса, перфорацией, кишечной непроходимости, наличием священника и, конечно, кровотечения. Кровотечение – это наиболее частое осложнение при дивертикулярной болезни. Встает проблема поиска источника кровотечения. Как нам выявить кровотечение? Прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на жалобы. Разузнать анамнез пациента. Если, например, пациент наблюдался по поводу оперативных мешательств на сосудах, в ключной полости, то можно думать о вошемническом колитии. Если у пациента есть анамнез воспалительных заболеваний кишечника, язвенной колитии и так далее. Безусловно, первоочередная задача – это исключение кровотечения ассоциированного с колоректальным раком, о котором уже сегодня много говорится. Далее. На первом этапе самые простые манипуляции – это проведение пальцевого исследования. Вообще говоря, если вы читали последние рекомендации по ОПЗК, вы обратите внимание, что там есть такая небольшая пометочка – критерии качества. Не касается врачей, работающих в стационаре. Так вот, проведение пальцевого исследования обязательно должно быть указано в истории болезни. Иначе данная история болезни велась некачественной. Соответственно, у МС будут вопросы. Коломоскопия. Вообще говоря, коломоскопия – это диагностический метод не для выявления собственной дивертикулиты. При дивертикулите вообще-то коломоскопию проводить нельзя. А вот именно в аспекте проведения кровотечения, как осложнения дивертикулярной болезни. Ну, такие тонкие методы не вполне доступны, как при массивном кровотечении может быть выполнена селективная ангиография. При массивном кровотечении. А вот при относительно невыраженном уже радиозатопные методы исследования, в частности, смеченном технецах. Но, к сожалению, это малодоступно. Вопрос. Вызывают ли дивертикулы колоректарные рака? Ну, сегодня вот у нас, вот на прошедшем симпозиуме, доктор Головинка дал информацию, что вроде бы после острого дивертикулита в течение года у таких пациентов может чаще бы являться колоректарные рака. Ну, конечно, это вызывает вопросы, потому что, вообще говоря, классическая точка зрения, что при дивертикулах, да, чаще встречается колоректарный рак, но это связано с общностью патогенеза. Просто и дивертикулярная болезнь, и дивертикулы, и колоректарный рак чаще бы являются у пожилых. Поэтому, соответственно, и то, и другое заболевание будет чаще встречаться у людей пожилого возраста. Но патогенетически они навряд ли связаны между собой, потому что, как известно, не установлена связь между развитием колоректарного рака и запором. А вот при дивертикулярной болезнь не установлены. Лабораторные исследования. Ну, при наличии воспаления дивертикул, соответственно, ликоцитоз, ускорение сону, циреактивный белокарь, протективный, то есть вся та гамма, которую мы обычно диагностируем при активном воспалительном заболевании кишечника, будь то язвыка или болезнь крови. Лучевые методы имеют огромное значение. Ультразвуковой метод в опытных руках позволит нам дифференцировать в какой-то мере клинически значимое наличие дивертикул, то есть вторую категорию диагноза, от, собственно, дивертикулярной болезни. То есть может уточнить, есть ли воспаление кишечной стенки. Еще лучше это может сделать метод, о котором говорил Кирилл Порисович, Компьютерная хомократия. Ну, икоскопия, она, так сказать, опасна при остром дивертикулите. Она связана с нагнетанием, варе взвесит кишку, повышается внутрикишечное давление и может произойти разрыв дивертикул. Метод опасный. То же самое можно сказать о колоноскопии. Колоноскопия не является скрининговым методом для диагностики обострения дивертикулярной болезни. Это опасно. Риск перфорации. А вот компьютерная томография, как уже было показано, это основной метод диагностики. Причем можно выполнить обычную стандартную компьютерную томографию. Здесь не обязательно проводить, как мы это в нашей клинике, в клинике Василенко, выполняем компьютерную томографию, связанную с подготовкой, то есть с очищением кишечника, двойное слепое контрастирование. Здесь часто достаточно провести обычную компьютерную томографию, но с контрастированием. Стандартную внутреннюю контрастирование. Магнитнорезонансная томография. Ну, метод, конечно, ценный, но он имеет все те недостатки, о которых уже только что говорил предыдущий докладчик. Итак, клинический пример. Пациент 67 лет обратился в нашу клинику на жалобу. Боль в левой подвздошной области без радиации, связи с дефекацией едут. Запор, сдутие живота. У пожилого пациента в течение 5 лет до обращения в нашу клинику отмечается запор. Он не придавал особенно существенного значения этому обстоятельству, когда принимал слабительный, когда не принимал, в среднем стул один раз в 2-3 дня. В 2015 году при профилактическом исследовании у пациента выявлен дефектикул толстой кишки. Без каких-либо признаков дефектикулита или каких-то осложнений. И, наконец, где-то за несколько недель до обращения в клинику у него появились боли в нижних отделах живота, о которых я говорил, и вздутие живота. Итак, какие факторы риска для развития осложненного течения дефектикулярной болезни имеются у нашего пациента? Во-первых, он часто признавался, что нелюбитель растительной пищи и мало употребляет, соответственно, ворока растительного происхождения. То есть один пункт. Ожирение. Индекс массы тела у него 34 кг на метр квадратный, то есть этот фактор нам тоже нужно учитывать. Низкая физическая активность. Тоже у него есть. Пациент-курильщик на протяжении, по крайней мере, 30-35 лет потребляет 20 и более сигарет в день. То есть индекс курящего человека 240 – это важный фактор, ведущий к осложненному течению дефектикулярной болезни. И, наконец, по поводу полиартрита, он достаточно бессистемно принимает различные НПВП препараты. Включаем овали, садиклопинак. Поэтому этот фактор также играет в существовании возможности развития осложненного течения дефектикулярной болезни. Итак, у пациента диагностирован клинически выраженный дефектикулез. У него мы не нашли на первом этапе признаков дефектикулярной болезни. У него нет лихорадки, у него нет лейкоцитоза, у него, забегая немножко вперед, нет явных признаков воспаления кишки. Лечение таких пациентов базируется на той же самой терапии, которую бы мы назначили пациенту с синдромом раздраженной кишки. То есть мы назначаем им спазмолитики, мы назначаем слабительные препараты, прежде всего, к силе, которые не вызывают выраженного вздутия живота в меньшей степени, не вызывают чем другие слабительные препараты для постоянного применения, в частности, локтоглоза. Иногда психотропную терапию. При отсутствии эффекта от проводимого лечения необходимы дополнительные диагностические методы, диагностические подходы, чтобы все-таки исключить у него возможность воспаления. А дальше. Не нашли ли у него дефектикулярной болезни, то есть клинически выраженный дивертикулез, нужно ли ему проводить профилактику обострения и развития дивертикулярной болезни, то есть в дальнейшем развитие на фоне уже имеющихся дивертикул воспаления? Рассмотрим этот вопрос. Оказывается, что в огромном проценте, в половине случаев, на фоне клинически выраженного дивертикулеза впоследствии развивается дивертикулярная болезнь, то есть собственное воспаление дивертикул и сопутствующее этому отложнение. О смертности я вам уже рассказывал в начале своего выступления в этих случаях. Поэтому, безусловно, таким пациентам требуется проводить лекарственную профилактику. В чем заключается лекарственная профилактика? Это назначение репоксимина. Репоксимин назначается 7 дней в течение каждого месяца. Лучше сочетать это с назначением также месолазина в дозе где-то 1-2 грамма в день в течение 10 дней в месяц. Можно назначать также пробиотики. Конечно, все остальные мероприятия, способствующие нормализации жизненного ритма. Пациенту нужно рекомендовать похудеть, нужно рекомендовать употреблять растительные волокна, бороться с запорами, бросить курить, при возможности отказаться от приема НПВП. Итак, возвращаемся к нашему пациенту. У него нет признаков дивертикулярной болезни. У него мы останавливаемся на клинически выраженном дивертикулезе. А если бы у него был дивертикулез? Обязательно госпитализация. Вот пациента с клинически выраженным дивертикулезом, так же, как и пациента с синдромом растороженной кишки, в общем-то, можно и желательно вести амбулатор. А вот пациент с дивертикулезом требует госпитализации. Причем, в общем-то, достаточно незамедлительной госпитализации. Пациентам следует назначить безшлаковую диету. Вот в этом случае, да, кратковременно безшлаковую диету в момент обострения воспалительного процесса в кишечнике. Они получают спазмолитики, они получают антибиотические пероральные препараты, в частности, лепоксилен, и месолазин. Риск хронизации процесса при наличии острого дивертикулита составляет 30%. Очень высокий риск. В дальнейшем, после того, как мы справились с острым дивертикулитом, мы проводим профилактику дальнейших обострений дивертикулярной болезни теми препаратами, о которых я уже говорил. То есть, рифоксимин, периодические семидневные курсы, которые лучше сочетают с месолазином. Ну, посмотрите, насколько прием некоторых групп препаратов увеличивает возможность развития тяжелых осложнений. кортикостероиды. Вот мы здесь с Александром Семеновичем уже в предыдущем обсуждали вопрос. Как соотносится дивертикулярная болезнь и аутоиммунные воспалительные заболевания кишечника? Думается, и, в общем-то, это в какой-то мере доказательно, что эти заболевания просто накладываются одно на другое. Здесь причины воспаления разные. Если при ВСК имеется в виду болезнь кровного, язвенный калибр, присутствует аутоиммунное воспаление, то здесь воспаление в общем-то дозеинфекционный характер. Но очень частые сочетания, я полностью согласен. При болезни крона мы часто встречаем дивертикулы, при язвенном калибре мы встречаем дивертикулы. Но как мы лечим язвенный калибр и болезни крона в период обострения? Мы назначаем гормоны. Вот посмотрите, назначение гормонов кортикостероидов в 30 раз повышает вероятность развития острого дивертикулина. То есть инфекционного осложнения это мы должны учитывать. И в этих случаях как можно стараться избегать назначения кортикостероидов. НПВП, о которых я уже говорил в аспекте описывал мною пациента, также существенно повышает риск развития осложнений, пусть не в 30 раз, но в 4. так вот я и в ту сторону сейчас снимаю. Итак, в настоящее время принято положение, что наилучшим эффектом в аспекте профилактики и комбинированной противорецидивной терапии и двертикулярной болезни носит сочетанное назначение рипоксимина и нецелазина. Показано, что назначение пробиотиков, в частности сочетание лакто-эпикер-бактерий также носит позитивный характер. С помощью данной схемы можно уменьшить частоту развития последующих обострений. В 2015 году в декабре в рамках комиссии по гастроэнтерологии по медздраву России состоялся экспертный союз с участием и гастроэнтерологов и колофрактологов. На нем было решено, что пациентам с дивертикулярной болезнью целесообразно в качестве профилактики назначать сочетание рипоксимина и мисалазина. Можно также использовать и комбинацию бифиды и лактобактерий в качестве дополнительного средства. Итак, мы назначили нашему пациенту для профилактики последующих обострений мисалазина. В качестве лекарственной терапии рифоксимин мисалазин мы назначили его мизаванта, которого мы уже говорили в аспекте именно высокой тропности тропности мисалазина, который содержится в мизавате к слизистой толстой кишке. С учетом того, что мисалазин при лепопидной системе распределения покрывает практически всю поверхность толстой кишки, включая ее левые отделы, куда с трудом доходят пероральный мисалазин и лекар. Конечно, мы назначили его слабительные в виде псиллиума, семена подорожника и рекомендации борьба с избыточным весом бросить курить и использовать больше в еде растительных волок. Отруби в данном случае не показаны. Вообще не надо рекомендовать пациентам запорами растительных отрубей. Сейчас существует масса других возможностей назначать растительный волок, на который больше 90-ти не вызывает метеоризма. Другой пример. Пациент 72-х лет. Совершенно другая примета. Сильные боли в левой подвздошной области, лихорадка до 38 градусов, сдутие живота, линкоцитоз, ускоренная сон, высокий уровень кальпротектива. Диагностирован парокишечный инфильтрат. Обязательная госпитализация в этом случае. Антибиотики мы назначаем уже не местные, внутрипросветные репоксимины, назначаем системные препараты, которые мы вводим в вену. Прежде всего, цепалоспоридом в сочетании с метрогидазолом внутри вены. Дезиндексикационная терапия. В дальнейшем профилактика рецидилов осуществляется по тем правилам, о которых я уже говорил. Острый абсцесс. Ну, подробнее расскажет об этом в следующем докладе Сергей Константинович. Я лишь хочу сказать, что все-таки на первом этапе, если абсцесс маленький, то задача его лечения это задача гастрометеролога, конечно, который будет консультироваться с лопрактологом. В том случае, если он не справился, если абсцесс большой, тогда он тренируется и в дальнейшем пациент наблюдается голопрактолог. То же касается и хронических дивертикулитов и кишечных метритратов. Первый этап это введение у гастрометролога при неэффективности антибиотикотерапии смена антибиотиков. Повторные курсы могут быть и при неуспехе пациент передается к колопрактологу. Когда безукоснительно требуется помощь колопрактологу? Во всех острых ситуациях, если клиника резко меняется, если при учебных методах мы видим разрушение дивертикула, то, конечно, незамедлительно нам нужно вызвать терапевтов гастрометролога колопрактолога для решения вопроса оперативного лечения. Поэтому заключая, я хочу сказать, что проблема ведения пациента с дивертикулярной болезнью это очень сложная проблема и она требует мультидисциплинарного подхода. Взаимодействие терапевта, хирурга, врача лабораторной службы и только в этом лучевого естественно врача лучевой диагностики как ультразвук так и рентгенологи и только так мы сможем добиться успеха. Большое спасибо.